Привет! Относительно недавно я делал обзор на плеер корейской компании The Beat, модель Opus номер один. Первый Opus действительно неплохой плеер на Cyrus Logic 4398 популярном чипе, который предлагал необычный такой нейтральный мониторненький звук с очень широкой сцены. Действительно необычная интересная подача и с учетом того, что The Beat на него сильно сбросили цену, сейчас он стоит там что-то даже меньше 500 долларов, плеер действительно стоит внимание. The Beat постоянно поддерживает свои устройства обновляя прошивки и вот недавно первый Opus получил прошивку на базе Android 5.0 или 5.0 или 5.1 с таким же интерфейсом как у новой флагманской модели и в общем-то продается недорого, поэтому действительно теперь он стал еще интереснее, в общем-то хорошая модель. У них был еще и лимитированный вариант этого Opus номер один в металлическом корпусе, но в целом первый Opus в пластиковом тоже весьма интересен. Но вот они решили, что нужно выпустить флагман, назвали его Opus номер два. Он построен на ЦАПиках от ESS Sabre 9018 K2M, предлагает очень много флагманских возможностей и соответствующую цену примерно в 1400 долларов. Она конечно разнится в зависимости от производителя, поэтому в общем-то вернее, нет, простите, не от производителя, а от продавца и от страны, поэтому есть небольшая разница, но в общем цена примерно такого порядка. В общем, но это действительно очень стоящая модель, которая стала одним из открытий прошлого года для меня. Упаковка в принципе построена по стандартному принципу для топовых аудиопродуктов. Она двухслойная, но для этого плеера разработчики выбрали белый цвет. В общем-то из интересного это технические характеристики на задней стороне. Тут много чего подробно приведено, то есть дюймовый дисплей 480 на 800, очень неплохой. Четырехъядерный ARM Cortex, гигабайт оперативки, то есть по меркам современных телефонов мало, но для плеера вполне нормально. Все форматы поддерживаются, десятиполосный эквалайзер, microUSB вход. Что интересно, тут специально отдельный чип для поддержки функции USB ЦАП, поэтому ЦАП работает независимо от операционной системы и благодаря этому поддерживается Native DSD. Два выхода, обычный и балансный. 4000 мАч аккумулятор работает больше 9 часов, кстати, что в общем-то очень хорошо для такого железа. Встроенные 128 гигабайт памяти и поддерживается, есть одна карточка памяти, то есть поддерживается до 200 гигабайт существующей сейчас. В первом Opus было два слота карт памяти, но не было встроенной памяти, поэтому в общем-то я слышал некоторые нарекания у людей по поводу того, что тут оставили всего один слот, но как по мне 128 гигабайт памяти на борту очень неплохой вариант, то есть хороший задающий генератор, операционная система на базе Android, но правда тут нет Play Market, никакого доступа к внутренностям Android, то есть как бы Android закрыт своей оболочкой и от него практически ничего не видно наружу, примерно так как это происходит у iBass. Есть Wi-Fi, самый современный, но самое забавное, что единственное применение Wi-Fi тут это обновление прошивки, может быть в будущем добавят какой-то стриминг, но на данный момент в общем-то только синхронизация часов и обновление прошивки, это польза от этого Wi-Fi тут. Bluetooth четвертой версии, как видите размеры достаточно такие крупные и 250 грамм веса, то есть расплата за алюминиевый корпус, металлический алюминиевый корпус. 9018K2M 2 ЦАП используется на канал, в общем-то поддерживается самые высокие возможные разрешения и очень-очень хорошие технические характеристики, как видите. Тут используется хитрый балансный усилитель гибридной схемы, одновременно использующий операционные усилители и дискретные элементы, поэтому как бы в общем усиление очень хорошее и качественное, и очень-очень хорошие характеристики, действительно достойные флагмана, то есть все как положено для топовой модели. Снимаем эту супер обложку, тут такая белая с текстурой коробка с серебристым тиснением, очень стильная, она открывается и внутри все традиционно. Сверху лежит сначала сам плеер, под ним в отдельных коробочках разные аксессуары. Такой конвертик, в конвертике разные гарантийные, защитный экранчик, запасные пленочки, описание того, что тут закинуто три хороших джазовых трека в качестве демонстрации, в общем тут все стандартно. А вот здесь более приятные вещи, то есть микро-USB провод стандартно, и в этот раз в комплект решили положить кожаный чехол, то есть для предыдущего плеера он покупался отдельно, но потом его стали класть в комплект, а тут решили уже сразу в коробку положить. То есть поскольку The Bits сотрудничает с Digny, то в общем-то почти наверняка чехол делали сами Digny. Он такой же формы, как для первого опуса, очень хороший, качественный, из такой вот серебристо-голубой кожи, очень хорошо одевается, все очень качественно, очень здорово. То есть приятно, что к плееру в комплекте идет действительно хороший качественный чехол, который сразу позволяет защитить его от всех невзгод. В общем комплект поставки содержит все, что хочется обычно получить вместе с плеером. Как видите, по размерам сам плеер немного крупноват, то есть у него экран не маленький, 4 дюймовый, а вокруг много краев, но в общем-то в руку ложится хорошо и выглядит достаточно солидно. То есть если брать, сравнивать размеры с другим флагманом L2P Gold, то видно, что в общем-то по переднему фронтальному, по фронтальной проекции Gold меньше, но толщина говорит как бы сама за себя. Gold выполнен больше в толщину, плюс Gold даже чуть-чуть потяжелее, чем Opus номер два. В общем-то все собрано очень качественно, везде высококлассный алюминий, продуманные формы приятные, то есть все сделано здорово. Тут три кнопки управления воспроизведением и переключения треками, здесь сверху выход на наушники, он же может быть линейным и оптическим, а также балансный выход, стандартный двух с половиной миллиметровый. Плюс есть специальный адаптер с кабелями для подключения по полностью балансной схеме к балансному усилителю, когда здесь подается сигнал, а выход на наушники используется в качестве земли общей. Тут выключатель питания, он же используется для блокировки экрана, как обычно. Один из плюсов этого устройства, то что тут очень классно реализована функция сна, то есть если плеер остановлен и его просто погасить в мой экран, он может даже наверное несколько месяцев находиться в режиме сна, не теряя аккумулятор, но по крайней мере две недели точно, в общем-то он спокойно спит. Регулятор громкости, построенный на энкодере, позволяет 150 шагов регулировки громкости сделать, то есть аккуратно сделан, хорошо вращается легко, очень удобно, позволяет тонко тюнинговать звук. И тут собственно выход micro usb для зарядки и доступа к памяти и подключения как ЦАП и слот для micro sd карточек. То есть в общем-то плеер очень мне нравится, очень стильный на мой взгляд, в общем сделан на уровне других флагманов. То есть нажимаем кнопку и практически моментально он просыпается из сна. Как я уже говорил, операционная система плеера построена на Android 5 версии или 5.1, но тут от Android нет ничего, то есть доступа к Play Market здесь нет, поэтому в общем-то никаких плюсов Android не дает, то есть нет никакого доступа к стриминг-сервису пока, но я думаю добавят их со временем. В общем интерфейс тут удобный, продуманный, аккуратный и недавно у первого Opus тоже обновили, поэтому интерфейс у них в общем-то теперь схожий. То есть экран воспроизведения абсолютно стандартный, тут перемотка треков, воспроизведение паузы, в общем все ожидаемо. Такая вот удобная выпадающая шторка, здесь изменение яркости экрана, можно отрегулировать яркость. Экран кстати очень неплохой, с приятными углами обзора, на солнце остается видимым, то есть экран хороший. Wi-Fi с Bluetooth, выключатель эквалайзера, линейный выход, таймер сна, а также перемешивание и повтор. Если тапнуть здесь, то получим доступ к дополнительным настройкам, то есть Wi-Fi, Bluetooth, экран, аудио, вывод настройки, тут можно выбирать все что нужно. Таймер, USB режим, языки, дата, время, в общем все что ожидается от плеера. Медиатека тут достаточно простая, но как и в первой версии функциональная, то есть есть список всех песен подряд, кстати сканируют очень быстро, это доработали тут. Список альбомов, артисты, жанры, просмотр по папкам с возможностью переключиться на SD карточку, избранная и плейлисты. В общем-то все что нужно, то есть для быстрого доступа и навигации есть. Прошивка стабильная, несмотря на то что это версия 1.0.3, но в общем-то The Beat прошивки дорабатывает активно и периодически выпускают, то есть первый выпуск до сих пор поддерживается, получает обновление. Думаю здесь мы тоже увидим много чего и много добавлений нас ждет и может быть какие-то приятные возможности и функции, так как наличие Wi-Fi позволяет это сделать. Ну конечно самое интересное это звук, кстати вот видите регулятор громкости, очень детальный, очень качественный, многошаговый звук, он тут действительно достойно этой ценовой категории, плеер очень нейтральный для тех кто любит неприукрашенную подачу, нейтральную, но не холодно отстраненную, то есть вот именно то что есть в записи он играет без попытки выхолостить звук, как допустим делают некоторые другие плееры и без попытки добавить какие-то эмоции, вызвать какой-то искусственный вау-фактор, как тоже иногда принято у других производителей, то есть это высокоуровневый плеер для любителей мониторной подачи. Бас действительно глубокий, быстрый, с хорошим разделением планов, очень качественные низкие частоты, уходящие далеко и глубоко, не залазящие на средние частоты, бас такой с хорошими текстурами приятными, то есть когда нужно создает основу, но при этом тут есть и глубина и мощность, то есть все что нужно. Средние частоты в общем-то нейтральные, без попытки подать их с такой холодной бритвенной точностью, но и без попытки добавлять какие-то эмоции, что-то изменять в сцене и так далее. То есть если первый опус он от себя раздвигал сцену, делая шире, этот плеер играет ее такой как есть, но на хороших записях воображаемая сцена действительно очень широкая, очень глубокая, с шикарным разделением планов, проработкой всех нюансов, то есть в общем-то плеер действительно справляется со своей задачей. На верхних частотах есть легкий-легкий налет искристости, холодный такой вот, есть чуть-чуть маленькая искорка, но сильно меньше, чем ожидается в общем-то от плеера на САБР обычно. То есть поэтому в общем-то плеер не для ВЧ-фобов, но высокие частоты очень хороши тут, в общем-то отрабатывается хорошо и атака, и затухание, поэтому все что необходимо тут есть. Звучит воздушно, есть все легкие нюансы, которые попадают в ВЧ-диапазон. Один из плюсов этого плеера это то, что у него не самый мощный усилитель, но его достаточно для большинства применений, и он практически не шумный. То есть даже с очень чувствительными моделями, такими как Хам Пристин, например, шума фонового нет. Этим он выгодно отличается, скажем, от своего конкурента в лице Lotto. В общем-то они оба примерно сравнимы, потому что называется уровень, то есть по скоростным характеристикам, разрешению, нейтральности и так далее, вернее нейтральности, а натуральности, но при этом у них разная подача. То есть Lotto он более энергичный, он добавляет мощи, весомости низким частотам, он подкрашивает немножко эмоции на средних частотах иногда, у него чуть более агрессивные верхние частоты. Тут именно этот плеер сравнимый по уровню, но играющий в более нейтральном, более мониторном, более интеллигентном ключе. В общем-то хорошо работает с большинством наушников, но с топовыми многодрайверными IEM, пожалуй, лучше всего. Жанрово весьма универсален, естественно, в том случае, если владелец согласен мириться с тем, что он от себя ничего не добавляет. В общем-то, действительно одно из лучших для меня открытий в этом году, вернее уже в прошедшем 2016, действительно хороший высокоуровневый топовый плеер и новый интересный игрок на этом рынке. Спасибо за внимание.